Это первый бой белгородца на Кубке Мира. Соперник – чемпион Словакии Сбар Эрик. Несмотря на юный возраст, наш земляк показал себя уже во втором раунде. Ввиду явного преимущества победу отдали Олегу. А вот в полуфинале Гугаеву достался сложный противник – Габор Гербекс, хозяин ринга. Звезда венгерского кикбоксинга. Победитель вторых всемирных игр боевых искусств 2013 года. Установка только на победу. Больше не было ни три шага назад. И все отдал, все сделал, чтобы выиграть этот бой. Самый тяжелый, очень долго думал о нем, устраивался. Он удалось обойти только с напором вперед. И ни шаг назад, только вперед. То есть, только такая практика. За звание лучшего весовой категории 63,5 килограмма боролись 10 спортсменов. Однако в финал сумели выйти только двое. Белгородцу противостоял опытный боец, чемпион мира прошлого года, член национальной команды Сербии Александр Коновалов. На протяжении всех раундов кикбоксеры шли с равным счетом. Однако на последних секундах Олег Гугаев уступил. Соперник сам по себе очень непростой, был своеобразный, нестандартный. Было тяжело под него построиться, и чтобы как-то обыграть. Я очень рад. Для меня это, конечно, хотелось первое. Ну и второе тоже. Тоже не маленький показатель. Соревнования по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт с лоу-киком» прошли в венгерском городе Сигет с 14 по 19 мая. Турнир собрал более 450 спортсменов из 36 стран. Российские кикбоксеры завоевали 16 наград различного достоинства – 5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых. Свой вклад в успех национальной команды внес и наш земляк. Отмечим, что это первый профессиональный бой Олега Гугаева. Визуально ясно я смотрел со своей стороны и болел за Олега. Мне казалось, преимущество полностью на стороне. Олег шел вперед, поддавливал соперника. Как говорится, для победы делал все, что возможно. Мне казалось, что Олег победил. Судьи решили по-другому. Олег очень техничный боец, мужественный. Я думаю, у него большое будущее. Я горжусь. У меня приличный боец. Только как тренер, а как президент. Сейчас серебряный призер Кубка мира активно готовится к новым стартам. Тренировкам посвящает все свободное время. В зале он два раза в день и шесть дней в неделю. Как считают наставники Олега, такая подготовка в скором времени даст мировые результаты. Надежда Дурнева, Павел Емелин. К этому часу Белгород. Продолжение следует...